За окном все тускло, сыро, нулевая температура, скучно, люди какие-то ходят. Ну, мы сейчас попробуем что-то придумать. Окно отделяет на ТАСМИР от мира. Ну, занавеска тоже может стать частью какого-то решения фотографического. Вы сами можете увидеть. Ну, и посмотреть реакцию людей во фликере, например, на определенные действия с занавеской. Но мы сейчас не об этом. У нас есть вот такой подопечный. Кактус, не знаю, что за порода. Оранжевое полотенце. Больше ничего нет. И фотоаппарат, все остальное в нашей голове. Попробуем сейчас что-нибудь придумать. Всем привет. Решил записать видео. Что-то меня сподвигло. Сижу сейчас дома. Вспомнил о тех людях, которые, ну, не могут выйти из дома или из больницы по какой-либо причине. Я даже сегодня в такие штаны, видите, специальные. Мне подарили на Новый год. Поэтому, независимо от того, где я нахожусь, я стараюсь найти какие-то интересные объекты. Ну, и сегодня я покажу, что можно сделать. Не имея возможности к какому-то специальному оборудованию, какие-то специальные студии, все. Ну, человек, представьте, что человек сидит, грубо говоря, где-то в закрытом помещении. Ну, что-то он хочет сделать. Значит, подопытными у нас будет сегодня вот такое полотенце. Полотенце есть в любом учреждении, доме, где угодно. Оно может быть любого цвета абсолютно, какой хотите. Ну, я выбрал оранжевый, ну, такой же, как мой свитер. И дальше, не помню, у учреждения, есть какие-то цветы. Ну, в данный момент я использовал вот такой кактус. Наверное, мне много лет. Он тут свел недавно. Окно есть везде практически. Ну, в окне здесь ничего интересного нет. Погода такая никакая, можно сказать. Снежок здесь какой-то шел. Ну, и полотенце. Что с ним можно сделать? Ну, все зависит от вашей фантазии. Поэтому она определяет ваши способности. Ну, кому интересно, что получилось, смотрите. Что у меня получилось во фликере. Ссылку я оставлю. Почему я сказал, что цвет не имеет практически никакого значения? Это может быть черно-белое. То есть, что угодно.